Качественную армию. Раз в 3 секунды. Перед началом ролика не могу не упомянуть о своем генеральном спонсоре, FanPay, с которым сотрудничаю более года. Огромный спектр услуг, низкие цены и богатый ассортимент. Ссылка в описании. Пришло время проанализировать героические таланты. Rider of the Apocalypse. Садник апокалипсиса. Доступна для рыцарей смерти специализация лёд и нечестивость. Механика этой героической ветки завязана на том, что мы должны тратить руны с целью того, чтобы призывать всадников. Каждый всадник что-то делает. В тот момент, когда мы тратим руну, есть шанс на то, что мы призовем какого-либо всадника на 10 секунд. 4 разных всадника. Давайте рассмотрим, что они делают. Первый, Магрейн. Рядом с ним есть лужа. То есть он бегает и вокруг него всегда будет лужа. Окей. Далее, Вайтмейн. Вешает дебаф, который бьет каждые 3 секунды в течение 24 секунд. Дальше, Трольбейн. Вешает ледяные оковы, которые замедляют цель на 40%. Также мы наносим на 5% демеджа больше по этой цели на 8 секунд. Насгрим. Дает нам баф в тот момент, когда он активен. И наша сила повышается на 5%. Кого из этих всадников хочется видеть чаще? Вопрос довольно-таки интересный и всё зависит от ситуации. Тут полный рандом. Кому как напрокает, то и будет вылазить. Может быть, перманентно будет Магрейн у кого-то вылазить. И вы будете постоянно иметь перманентный баф от лужицы. Например, там 5% хосты. И там в оуе подрывать всякие язвы свои. А может, у кого-то будет Тральбейн по кд вылезать. И вы будете кайтить таргеты. В общем, интересно. Всё это рандомно слишком выглядит. Но в целом забавно. Пройдёмся по всем этим талантам. Начнём с левой вкладочки. Талант на перемещение. Либо мы ездим на коняшке в бою. Либо наша поступь смерти улучшается. И мы в это время садимся на коня на 10 секунд. Мы также невосприимчивы к отталкиванию. Что в целом приятно и порой очень решает в бою. Это реально порой очень ценно. Мне больше в момент прокачки понравился именно правый талант. Всё-таки перемещаемся между пачками мобов. Между квестами на летающем маунте. А передвижение на коняшке в бою. Типа прикольно, но не особо как-то импактно. Далее. С Вайт Мейн игра идёт. В тот момент, когда она призвана. В тот момент, когда мы бьём ударом плети. То её дебаф. Её тикающий дот. Распространяется на рядом находящиеся цели. На рядом находящихся врагов. Окей. Плюс дэмэдж в ОЕ. Неплохо. Далее. Самый обычный бафчик. Увеличение урона от наших болезней. Удара льда. И лика смерти. На 15%. Окей. Неплохо в целом. Целых 15%. Вау. На один спелл и тикающие доты. Окей. Окей. Это неплохо. Рассмотрим центральную ветку. Наш урон повышен на 5%. А также в тот момент, когда активен Магрейн. Его лужа также даёт нам абсолютно все бонусы. То есть 5% хосты похоже будет даваться. Мы это проверим. Само собой. Дальше идёт игра с Назгримом. В тот момент, когда цель умирает при призванном Назгриме, мы увеличиваем нашу силу на 3%. А в тот момент, когда мы тратим руну, значение увеличивается ещё на 1%. Кайфово. Далее идёт выбор. Левый талант. Каждые 50 потраченной силы рун продлевают действие всадника на 1 секунду. Максимум на 5. А второй талант. В тот момент, когда призвано 2 и более всадника, расходующие руническую силу способности наносят на 20% больше урона. И имеют 10% шанс вернуть руну. Выглядит мощно довольно-таки. Расходующие руническую силу способности. То есть это Койл получается. Рассмотрим правую ветку талантов. Самый первый идёт на выбор. Либо мы получаем на 5% дэмэджа меньше за каждого призванного всадника. Либо периодически они закрывают нас зелёнкой раз в 45 секунд. Далее игра с тральбейном. А в тот момент, когда мы бьём уничтожением или ударом плети, то эти самые ледяные оковы, которые он навешивал, могут распространиться на других врагов. Они также будут замедлены на 40%. И третий талант, нечестивая порча и лужица сокращены по КД. Конкретно нечестивая порча на 15 секунд, а лужа на 10 секунд. Нечестивая порча, её брать нужно. В этом проблема. То есть сокращаем в итоге то, что даже у нас не взято. Окей. Самый ластовый талант довольно-таки прост. В тот момент, когда мы используем войско мёртвых или ярость ледяного змея, мы призываем всех 4 всадников на 20 секунд. И тут складывается вопрос. Что мы хотим? Либо качественную армию раз в 3 секунды, либо Abomination, Паганище, которое призываем раз в полтора минуты. И как при войске мёртвых, так и при Паганище будут призваны все 4 всадника. Как по мне, если мы играем с всадником Апокалипсиса, мы всегда должны брать и войско, и Паганище. То есть призывать часто всадников, это реально выгодно. Давайте, наверное, постукаем манекен конкретно в этих героических талантах. И посмотрим вообще, что из этого выйдет. Включу даже игровой звук. Пришло время ощутить вам мощь Анхоли ДК. Ту самую на пинге трёхсотка на Альфе Завар Визы. Поехали. Паганище. И полетело всё. И полетело. И начинаются бурсты, и начинаются нажатия кнопочек. И всадники тут есть. И зелёночку они вешают. И начинается полное веселье. Могу ещё поток нажать. Логучую. И побегать на коняшку. Круто? Чётко? Красота? Просто красота нереальная. 20 секунд прошло. Всадники пропали гарантированно. И теперь будут пропали. Ждём. Долго в дать придётся? Окей, тратим румы. Вот. Вылез Могрейн. Моя лужа скоро пропадёт. И буду ли я получать баф на посту? Да, получаю. Всё отлично. Он пропал. Баф пропал. Свою лужу я пока стелить не буду. Продолжаем активную тратину. Появился Тральбейн. Своим дебафом. На увеличение 5% на демчер. Окей, окей. И кто у нас? Могрейн с лужей. Да, 5% посты лука. Также можно обратить внимание на стаки увеличенной силы прорванных язв. Мы всё абсолютно смотрим. Обращаем внимание. Окей. Можь. Анхоль ДК мы увидели. Лагучию. Произвём ещё раз поганюши. Прошло... Полторы минуты. Без ваших, тяжко. Вот она болезнь, да? Которую вешает наша девочка. Андесс. Мгм. Тихает, тихает и тихает. Всё сильнее и сильнее. Обалдеть. Выглядит мощно. Мы посмотрели абсолютно всё. Призыв поганища, всадники, стаки, лужицы. Пока пенал манекен заметил то, что улучшенный поступь смерти запускает ГКД. Это может злую шутку сыграть. В какой-то промежуток времени. Но это всё-таки плата за то, что мы двигаемся на 100% быстрее. Это нереальный спринт. На этом всё. Мы полностью рассмотрели героическую вкладку талантов Всадник Апокалипсиса. Всех вам благ. Счастья, здоровья. Берегите ноги, моете руки. Не забывайте о ссылочках в описании. До скорого.